всем привет друзья загадочные шары светильники 1870 года в каире все мы привыкли ощущать что живем с вами во времена высоких технологий развития науки новых открытий и достижений но так ли это на самом деле каждый день нас окружает множество приборов освещения лампы люстры фонари на улицах разных форм и мощности к этому мы уже привыкли это нас не удивляет а вот когда начинают говорить про освещение 19 века то в нашей голове возникают определенные образы и ассоциации навязанные с детства но например что электричество тогда не было а улицы освещались масляными светильниками или газовыми фонарями где силой освещения выступает именно горение огня и ничего другое однако есть множество фото опровергающих такие навязаны лише истории вот одни из них перед нами фото каира 1870-х годов одной из его мечети великолепная архитектура впечатляет и радует глаз но больше вызывает восхищение и удивление некие шары светильники свисающие с большой высоты их тут реально много в начале их видно только слева и справа также видно что они висят четко посередине арки в огромной аркаде мечети разберем некоторые конструктивные особенности арок колонны состоят из камня ошлифованы и имеют ровную текстуру сверху имеют выточенные прорези по диаметру явно на станке петель состоит из одинаковых лепестков по кругу с переходом на квадратную часть с орнаментом удивляет основание колон необычный орнамент более похож на соты пчелы но как тут не вспомнить полостные структуру гребенникова знаменитые излучатели эпс связь с этим очевидно и эти сотовые структуры задействованы в создании потока энергии который поднимается по колонне вверх переходные капители и далее идет по волнам арки теперь светильники шары светильники большого диаметра стеклянная имеется оправа из металла опоясывает шар горизонтально и 68 вертикальных обручей как бы делящих этот шар на дольки стыках соединений имеются кольца для неясных пока целей самое главное мини купола сверху и снизу шара на одной центральной оси внутри шара светильника есть странная жидкость опять же неизвестного состава и я не думаю что это масло или керосин шар бы тогда не был таким прозрачным верхнего мини купола резонатора вверх тянется металлическая трубка на которой как раз и крепится каждый шар центральная верхняя точка каждой арки как известно называется архивольта именно туда крепится металлическая трубка каждого шара ровно к центру верху арки ну а теперь давайте подумаем как же могли светить эти шары фонари на самом деле тут все очень просто внутри шара находится некая жидкость имеющие люминесцентные свойства которые активируются при воздействии к примеру электромагнитного поля это значит что шары фонари беспроводные у них все же есть металлосвязь напоминающая электропроводку это металлическая трубка на которой и висят шары откуда может убраться энергия скорее всего тут та самая частотно волновая система что и видно по орнаменту арки она уже собой выражает волну определенной частоты поток фононов концентрируется наверху арки где архивольта затем по металлической трубки идет на верхней мини купол шара распределяется по всей металлической оправе возмущая мини купола они начинают резонировать и уже создают электромагнитное поле как раз нужного радиуса шары фонари начинают светиться плотным насыщенным светом по сути это совсем не хитрая система работы освещение этого комплекса хорошо бы знать что за жидкость внутри шаров также здесь имеется шишки резонаторы переходах галереи они располагаются по центру на равных расстояниях а для примера вот еще одна фотография девятнадцатого века 1865 год сэмюэль борн моти масджит жемчужная мечеть индия обратите внимание что здесь схожие архитектурный стиль правда вот эти вот волны здесь гораздо больше что значит здесь частота намного ниже нежели в каирской мечети каждая архивольта увенчивается еще каким-то вот таким цветком символом правда здесь никаких шаров не подвешено никаких шаров еще тут интересно вот эта решетка которая задает свой спектр частот в направлении через всю аркаду 1836 год храм рождества христова вифлееме множество светильников храм рождества 19 век по теме вот этих молочных шаров будет отдельное видео 1929 год странные светильники и это явно не свечи ну и конечно же выставки 19 века преподнесут нам еще немало сюрпризов например вот эта светящаяся огненным светом колонна настольная лампа 1915 год довольно ярко светит и снова вернемся в каир 1870 года ротонда в центре двора храма внутри стоит еще какая-то куклия но тут еще один момент убрали с этих цепей какие-то осветительные приборы возможно такие же шары как в галерее но на этом пока что все ждите продолжение про молочные шары обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии до свидания до новых видео